Всем привет, мои хорошие! Не знаю, как вас установить. Вы как-то должны стоять и не падать. Вот как хотите. Вот такая вот у нас посадка. Кто её помнит? Это была дикая кот. Дикий кот, который решил умереть. Только не пишите мне, что это за посадки. У меня десятками сидят цветы в таких посадках. Этот кот у меня жил с 2018 года по 2023 год. Можно сказать, в той посадке, в которой пришёл. Мох у него был только на дне. Но растение буквально через пару дней после пересадки просто тупо сбросило все листья. Вот, ребят, девчат, буквально все до единого. Не осталось ни одного листа. Я хотела уже выкинуть этот пенёк. Я вам показывала как-то в видео, да, что растение всё. Но вдруг откуда ни возьмись, здесь вот такая длинная шея, появилась вот эта детка прям с самого верха. Вот прям вот с самого верха. Не то, что откуда-то сбоку, да, вышла, а именно с самого верха, с того места, где, ну, откуда и шла та розетка. Я так понимаю, что растюха решила таким образом сама себя обновить. Ну, вот у меня здесь нет пинцетов таких, чтобы я могла сейчас тут что-то у неё пощипать. Понимаете? Ну, и, в общем, растюшка осталась дальше жить. Я не стала её трогать. Все эти корни стали стремительно портиться. Вот сейчас вот так отрежем, чтобы не мешала эта борода рассмотреть, что здесь, как здесь. Ну, эти корни должны были просто испортиться, потому что они на орхидее были очень долгое время. Девчат, отрезаю вот так корни. Вы меня простите сегодня за такую съёмку. Я напурхалась сегодня на кухне настолько, что я не хочу там сидеть и пересаживать даже орхидею. Вот, но смотреть на неё тоже уже не могу, потому что её уже надо пересадить в другую ёмкость. Отрезаем вот все сухие. Видите? Половину сухой кончик, половину хороший. Отрезаем, убираем, оставляем. Вот, всё легко и просто. Просто если я сейчас её не пересажу, то она точно пропадёт. И от неё ничего не останется. Обычно, если корни очень долгое время жили в какой-то посадке, вот какая-то орхидея, вот она с этими хорошими когда-то корнями жила, ну что, 18-й год, 2, 5 лет, девочки. 5 лет она жила без пересадки. Не соображу никак, как посчитать. Что-то я сегодня, говорю, я переработалась на кухне, сегодня варила среду много, ну, готовила. Женские дела-то никто не отменял. Вот. Даже мозги посчитать не могут. Да что-то, закончится здесь нет. Это нехорошая борода. И поэтому я всегда говорю, если у вас орхидея очень долгое время сидела в одной посадке, вы меняете ей полностью субстрат, полностью место её жительства, ну, не старайтесь оставлять старые корни прям очень-очень много. Они всё равно в новой посадке испортятся. Это происходит всегда и постоянно. По крайней мере, у меня. Я не знаю, как у вас, но у меня это происходит вот как раз-таки именно так. Знаете, мне кажется, вот если... Ну, что ты. Если вот этот пенёчек ещё взять и замочить, очистить здесь все вот эти чешуйки, то, возможно, эти чешуйки ещё дадут дитя. Я так думаю. Ну, срезать этот пенёк я в любом случае не буду. Но, если честно, и ковырять я его сильно замачивать не хочу. Знаете, думаешь, вот иногда сейчас возьму быстренько, чик-чик, пересажу, и всё, и дело с концом. Ну, в общем, растёт новая розеточка, и чтобы ей помочь, вот этих корней вполне достаточно. вот этот корень тоже не будем жалеть. Вот видите, смотрите, ведь он уже такой вот девы у меня. Вот он. Прям такой жёванный, перебитый. Вот здесь дальше тоже. Да где, что я ухожу сегодня с камерой? Вот он тоже такой перебитый. Вот, в принципе, вот прям до сюда, вот откуда он начинается, его можно удалить. Растушка маленькая, и оставлять вот это гнильё дальше, ну, я не вижу смысла. Вот эти вот нормальные. они потом опять загниют в новой посадке, и опять мы будем жалеть, что мы этого не сделали, ну, при пересадке. Вот, поэтому сейчас мы жалеть их не будем, а мы их просто удалим. И уже новые корешочки пойдут в новой посадке. Всё. Вот этого вот, что осталось этому растению возобновиться, восстановиться, вот ещё. девочки, тоже удалю сейчас. Вот, видите? Вот этого будет вполне достаточно. Так, убираем вот этот мусор, берём вот такую вкуснятину, смотрите, какая красота. Это сухой мох с фагнум, кстати, он у меня есть в продаже, девочки. Вот, есть даже ещё такой влажный, как живой. Этот тоже оживает в посадке замечательно, прекрасно, просто он уже сухой, такой более компактный. Вот, сейчас я его при вас намочу, и вы увидите, как он поменяет цвет. Это жирный мох с фагнум, розовый. не знаю, хватит этого ковшечка, нет? Запах сразу лесом пошёл, девочки. Смотрите, он сразу зеленеет, видите, чуть-чуть влаги попало, всё, он начинает зеленеть, краснеет. Это жирнючий мох, девчат, это не такой тоненький с фагнум, в этом хе ничего не загнивает, не заплеснивает. Вот, всё, он даже как раз литра хватил. Вот, часто девочки задают вопрос, да, либо килограммами продаёшь мох, девочки, какими килограммами? Вот, только что этот мох ничего не весил. Я налила литр воды сюда, он впитал этот мох в себя, всё, он уже тяжёлый. Я могу сюда ещё два литра налить воды, и он его впитает, понимаете? И он будет тяжёлый. Поэтому мох продаётся только литрами. Сейчас скажете, как понять, что такое литр? Берёте вот литровый горшок, литровое ведро, литровую кружку и это литр. Не просто так вот я его накладываю, да, вот, но сейчас он мокрый, да, не просто вот так вот раз и положила, всё, и считаю это за литр. Нет, кто у меня получал, девочки, они знают, что мха приходит очень много. полтазика ушло в литр. Видите, и он такой вот набитый, натрамбованный. Вот такой вот литр. Ну, заказ только от 10 литров у меня, поэтому по-другому никак. Так, девчат, не буду я ничего здесь чистить, не буду я ничего делать. делать новые раны, пенёк сухой, и если захочет возобновиться, он возобновится. Вот так под попу ложим мох, ничего не загниёт, мох работает как антисептик, обеззараживает, поэтому нормальный мох, девочки. есть худенький мох, он замечательно покрывается плесенью в посадках и ничего хорошего не получается. Вот так придерживаем орхидейку и все вот эти корешочки вот таким образом обкладываем нашим влажненьким мхом. я пытаюсь рукой почувствовать где корни. Что-то я взяла стаканчик вот такой. Думаю надо было наверное литровое ведерко взять. Ну-ка сейчас посмотрим. Не хотела сильно плотно ее сжимать. Нет замечательно как раз все супер войдет. вот сама шейка видите осталась наверху с этой точкой роста. Мне главное было сейчас чтобы вот эти корни которые идут от старого пенечка начали работать и вот здесь даже видно не знаю будет вам видно нет вот здесь проклевывается маленький корешочек все вот эти корни они в принципе рабочие они рабочие они уже начали зеленеть поэтому сейчас они влагу впитают вот растюха такая виловатая я уже давно смотрю на нее и говорю надо ее пересадить и все что-то никак давайте такую кокедаму сделаем вокруг шеи чтобы влага подержалась какое-то время я не боюсь обкладывать шею потому что я знаю что ничего не будет плохого во-первых я это делаю не плотно возле шеи я просто обложила вот эти корешочки верхние этот мог не крошиться это еще раз вам повторяю жирный мох а как заказать девочки в vk ссылочка в описании под видео или по электронной почте пишите но отправка только с дек почты не отправляю она у нас не работает вот еще чуть-чуть коры даже у меня есть сосновой тоже сама делаю девчат вот такая вот красота получилась полив будет очень очень редкий во мхе он даже вода на дне плавает именно этой посадке полив будет скорее всего не раньше чем через месяц потому что она такая более плотная получилась и стаканчик мягкий можно вот так будет сжимать и наливать сюда водички и она будет хорошо подниматься наверх опять питать орхидей теперь бы не забыть что это у меня дикий кот мой первый дикий кот девочки еще у меня сюда пока поставлю а еще у меня есть мне отдали вот такой череночек это мужское счастье антуриум розовый причем вот на его отдали вот с таким вот листиком видите я по-моему не показывала кто у меня есть на дзене ссылочка на дзен тоже есть в описании под видео те видят все мои видео и про мою жизнь и про цветочки и про все про все поэтому кто еще не на дзене девчатки добавляйтесь мои хорошки и будете в курсе как бы ну всех событий вот мне его отдали вот так вот с моховым комом и я так его воткнула в свой стакан и говорю некогда пока заниматься ну вот зря это сделала видите корни то и испортились а может они были плохие здесь щипаем плохие корешочки может все-таки восстановится вот этот листик может тоже снять палочку эту здесь оставим сейчас прям рыхленько и наверное я так думаю я отожму мох и закутаю в очень рыхлый мох там наверное было очень сыро чешуйки вот эти тоже сейчас сниму ну там мох какой-то даже темный не живой совсем мертвый поэтому вот так как-нибудь сейчас мы определим девчат я с орхидеями с закрытыми глазами справлюсь да а вот другие цветы уже за столько лет не занимавшись все равно с ними ну те которые должны в земле расти да вот антуриум и спатифилум и хотя спатифилум со женским счастьем я тоже нашла общий язык он прекрасно растет во мхе прям очень даже прекрасно в моем мхе так 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 чтобы не плотно было думаю хватит чтобы легенько он сюда встал чтобы не было сильно плотно я я не особо помню как за ними ухаживать как должна быть у них тут закрыта шейка например да у таких цветов надо ему закрывать шейку повыше не надо девчат напишите в комментариях я конечно могу почитать в соцсетях да но мне интересно что вы напишите посмотрим сейчас поставлю его в тепличку он уже давно у меня и никак не оклемается но мне некогда было им заниматься главное не помер надеюсь не помрет вот поставлю в тепличку может он быстрее восстановится в тепличке вот такие вот сегодня у нас с вами дела и пересадки небольшие не хотела особо снимать груды ладно что-то сниму покажу вам своего красавца дикого кота это азиатский дикий кот был большой размер стал маленький но он очень плохо рос с самого начала как он у меня появился он практически не рос стоял на одном месте росли только корни надеюсь вот сейчас после его омоложения обновления как он сам себя обновил да он будет лучше расти я его тоже поставлю в тепличку под досветку может ему там больше понравится ну вот такая вот получилась девчата у нас с вами небольшая быстренькая пересадочка сейчас вы скажете угробило растение в той посадке ну вот мои хорошие хочу вам показать другую посадку тоже в таком же горшке посмотрите мог здесь положен только на дне кто смотрел эту посадку вот в этот зеленый горшочек те помнят что мох я укладывала только на дно причем прям вот и посмотрите как вам видно вот как он вырос этот мох это он сам вырос до самого верха я его сюда не укладывала вот если вы присмотритесь его видно все эти волокна что он растет кверху здесь сверху у нас немножко пенопласта корни вон они все хорошие девочки видно вам корни все хорошие внутри сверху немножко пенопласта и маленечко мха он уже высох конечно но это сделано для того чтобы растение не пересыхало сверху вот эти листья мы с этими листочками сажали это отек девочки это отек у растения что-то не нравилось и вот мы уже процвели на два цветоноса в этой посадке она выдала еще вот цветонос и на старом цветоносе разбудила почку растение нормально себя чувствует хорошо приняла эту посадку в этой посадке она уже год живет вот тургор как вы видите замечательный полив очень редкий мог даже видите где был красный он красный вот он просто сверху чуть-чуть подливаю вниз водички и все мох растет мой замечательно поэтому добро пожаловать ко мне в ВК стучитесь проситесь и будет и у вас такой же чудесный мох ну а это спотифилум который сейчас сидит в пятилитровом горшке он и сидел в пятилитровом я его сразу сюда посадила он живет в Амхе девочки здесь только мох здесь ничего нет мой мох сфагнум посмотрите сколько корней это тоже было умирающее растение мне его прислали по почте или с Деком я уже не помню вот было малюсенькое растение вот с такими маленькими листочками вот этот листочек еще кстати тоже старый остался еще пока его не буду удалять ну зато вот такая корневая и вот такая шикарная уже ботва смотрите какой огромный стал куст и это все мох сфагнум я не знаю буду ли я его отсюда пересаживать скорее всего нет я хочу взять канат у меня есть и просто задекорировать эту пластмассу и все полив очень редкий просто вижу когда он очень хорошо показывает когда он хочет пить вот ну вообще где-то примерно раз в недельку я подливаю ему по чуть-чуть водички он разросся здесь девчата очень хорошо представляете сажала один кустик один а здесь их уже четыре представляете такой вот красавец обалденный скажите красивый вот такие чудеса творит мой мох сфагнум там на заднем плане плюшка спит вот такая красотища ук administradив